С 7 по 9 октября на фронтах Нагорного Карабаха продолжились ожесточенные боестолкновения. Азербайджанская армия пытается закрепиться на ранее взятых позициях. Армия обороны Карабаха пытается контратаковать. Вместе с тем продолжились артиллерийские удары по прифронтовым городам. Доброе время суток, комрады. Меня зовут Аким Апачев. Мы на канале Ананьюз. С вами Боевая Сводка. Субтитры делал DimaTorzok Азербайджанские подразделения собираются большими группами непосредственно вдоль границ Нагорного Карабаха и Ирана и, фактически укрываясь посредством этой границы, пытаются продвинуться вперед, а не провоцируют на обстрелы в сторону границы фактически в направлении Ирана. Конец цитаты. Агентство Тосним сообщило, что несколько снарядов, выпущенных в ходе боестолкновений в Нагорном Карабахе, упали в приграничном районе на севере Ирана, в результате чего был ранен 6-летний ребенок. Азербайджанская сторона взяла на себя ответственность за этот удар и принесла свои извинения иранской стороне. На этом фоне МИД Ирана направил Азербайджану и Армении официальные ноты с решительным протестом в связи с попаданием ракет и снарядов по территории страны. А президент Ирана Хасан Руахани выразил глубокую обеспокоенность с эскалацией в зоне Карабахского конфликта, отметив, что он не должен перерасти в региональную войну. «Иран считает неприемлемым переброску террористических элементов из Сирии и других мест в этот регион со стороны некоторых стран. Мы не позволим террористам оставаться у наших границ». Немногим позже, 7 октября, был представлен первый прямой комментарий президента России Владимира Путина. «Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживают около двух миллионов азербайджанцев и свыше двух миллионов, по нашим подсчетам, армян. Мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня. Армения является членом ОДКБ. У нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения России своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства. Как вы знаете, я в постоянном живом рабочем контакте с премьер-министром Армении. Но и никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения России своих союзнических обязательств не возникает. Ситуация на линии фронта к исходу 8 октября значительно не изменилась. Как отметил Борис Рожин в своем живом журнале, хотя армяне и понесли существенные потери к юго-востоку от Городиза, суть по всему действовавший там танковый батальон понес существенные потери, сам Городиз и Физули армянам удалось удержать. Тем не менее, Джабраил крепко удерживается вооруженными силами Азербайджана. Традиционно стороны обменивались ударами и по городам. Со стороны Нагорного Карабаха больше всего досталось Степанакерту и Шуши. Там азербайджанская сторона активно использовала БПЛА и РСЗО. 7 октября наши военные корреспонденты отправились в город Шуши, который методично обстреливается азербайджанской стороной. Время, когда мы находимся здесь, вчера была уже бомбежка, а сегодня нет. А почему вы именно в церкви здесь прячетесь? Здесь безопасно. Другие дни понвал уже заняты, здесь безопасно. А как вы думаете, могут ли вообще ударить по церкви? В прошлом войне, в 992 году уже была такая война. И сбили церковь. Не знаю, не знаю, возможно. Примечательно, что после этого вопроса жителям Шуши, который укрывали в соборе Святого Христа Всеспасителя, Казанчатсоц, именно этот собор был подвержен артиллерийскому удару уже 8 октября. Но по звуку похоже, что он приближается. Отметим, что обстрел производился в два этапа. После первого обстрела на место происшествия прибыла съемочная группа и попала уже под второй обстрел. В результате этого удара были ранены военкоры Юрий Котинок и Ливон Арзанов. Ранение также получил и сопровождающий российских журналистов Гранд Бадалян. Отметим, что Азербайджан заявил, что удар по этому собору вооруженными силами страны не наносился. Юр, ну очень неприятная новость о ранении. Выздоравливай, дорогой. Ждем тебя дома. По ситуации на утро 9 октября состояние Юрия Котинка оценивается как крайне тяжелое, нестабильное. Состояние Ливона Арзанова и Гранда Бадаляна средней тажести. Их жизни ничего не угрожает. И важное заявление поступило в ночь с 8 на 9 октября. Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям. Заявление Владимира Путина распространила пресс-служба Кремля. Цитата. После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром республики Армении Николы Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне Нагорно-Карабахского конфликта по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными. Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении. Конец цитаты. Мы искренне надеемся, что голос здравого смысла будет услышан обеими сторонами. Оставайтесь с нами. Мир вашему дому. Аким Апачев специально для Англии. Аким Апачев специально для Англии.